так сергей запись пошла добрый вечер вечер добрый дубль 2 добрый вечер вечер добрый слушай я хотел тебя спросить что ты думаешь по поводу фондовых индексов сша если нужно смотришь за ними да да конечно ну я знаю что ты смотришь да я знаю потому что все таки будет ввп первая оценка на этой неделе отчетность по многим таким важным компаниям там типа apple фейсбука то есть что сейчас каком состоянии находится американский рынок это уже окончательно пришло в лапы копыта быков ну ты знаешь в копыта быков он пришел уже достаточно давно после того как фрс объявила безлимитную программу выкупа и после этого индекс s&p 500 достаточно быстро вошел на территорию так называемого бычьего рынка я не знаю многие наверное этот фактор не учитывают от бычий рынок медвежий но с учетом того что наверное процентов 70 на рынках работают алгоритмические системы они как раз такие моменты учитывают но и все попытки пробить вниз уровень 2700 ну не увенчались успехом даже до этой отметки s&p не позволяли выйти и был еще один момент по моему то ли на прошлой неделе то ли по моему наверное недели две назад когда индекс s&p 500 падал там пределах трех пяти процентов тут же вышел фрс с очередным заявлением что денег еще добавят какие-то новые стимулы и в общем-то индекс развернулся и пошел вверх но сейчас стоит учитывать что верхняя граница этого диапазона она расположена где-то вблизи уровня 2900 2920 и на мой взгляд закрепиться над этим уровнем будет достаточно сложно скажем так но в целом наверное многих конечно удивляет что такое почему там рецессия безработица плохие экономические данные рынок фондовый рынок это потоки денег есть деньги рынок растет нет денег рынок падает и как бы опять же еще фондовые площадки считаются опережающими индикаторами ну вот поэтому роста и происходит конечно же на деньгах сейчас многие аналитики говорят что будет некая следующая фаза что сейчас рынок ну эйфория скоро закончится связано с тем что постепенно будут начнут в америке запускаться производства начиная там с строителей и будут уже макро данные снова потихонечку входить на первый план это правильно ну вполне возможно здесь уже сейчас вот загадывать как будет ситуация там дальше развиваться наверное не стоит но давай так с учетом того сколько денег влито в реальный сектор американской экономики сколько фондовый рынок ну наверное регулятор вряд ли даст опять же будем ориентироваться на S&P 500 уйти вновь на медвежью территорию и вот это вот безлимитная программа ну конечно скажем так она будет просто поддерживать да нельзя исключать что какое-то время просто будем находиться в этом диапазоне но условно там 2900 на 2700 а вот ну и со временем наверное будет уже прорыв наверх для этого нужны какие-то мега там позитивные новости хотя и это может произойти на их ожидании вполне возможно я тут не ориентировался исключительно на какие-то вот экономические показатели иногда вот сезон отчетов американских компаний он проходит достаточно смешанно но традиционно эксперты занижают будущие прибыли компании прогноза ну а по факту все выходит да плохо но лучше чем прогнозировали ну и опять же да позитив опять же стоит учитывать что американский рынок тащит в основном там 45 компаний как тоже правильно сказал apple amazon microsoft google ну вот как то так и так было как раз и до этого падения то есть весь рост за счет них происходит по правде говоря я в эту реку еще не вошел я американские акции на семя не покупал мне просто интересно послушать мнение как ты считаешь стоит ли покупать американские акции допустим на санкт-петербургской бирже либо любой вход на какую-то новую биржу рынок это обязательного минуса и обучение на этих минусах я понял чему ты клонишь наверное предпочтительнее все одну выражусь так покупать на оригинальной площадке все-таки вот мое мнение такое хорошо по поводу отечественного рынка вот сегодня нефть снижается снег снижается есть какая-то техническая картина по бренду ты знаешь когда я читал твой обзор насчет экспирации 30 числа я все в теме да 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 спасибо но сегодня еще есть один момент сегодня экспирации опционов на wti на бренд поэтому тоже добавляет определенной волатильности техника но сейчас наверное во времена когда вот происходят такие там движения WTI сегодня падает по моему опять что-то там процентов на 30 ну техника в такие моменты не работает она работает когда рынок более-менее неспокоен ну а сейчас продолжается разыгрываться карта того что хранилища переполнены и в общем-то нефть скоро будет некуда складировать и на этом вот у нас идет обвал нефти 20 так называемый но бренд тем не менее держится намного лучше чем а WTI но это за счет того что все-таки WTI контракты поставочные там действительно собственно говоря и обвал-то произошел ну конечно не только по этой причине но тем не менее игрокам конечно было страшно выходить на поставку то есть поставка им не нужна была спекулянтом а штрафы платить за то что ты на нее там не выходишь тоже никому не хотелось конечно беспрецедентный случай что цены ушли в минус конечно же сейчас мы с тобой как два аналитика эксперта можем обосновать в общем то почему были отрицательные цены и оправдать эту тему но на мой взгляд создан достаточно опасный прецедент а вот и наглядная демонстрация того что все-таки деривативы это очень такая опасная тема в которую играть наверное можно только на спокойном рынке а здесь но заработать даже не получится виду очень сильной волатильности просто даже в связи с тем что как только актив начинает отклоняться на какие-то немыслимые проценты тебе могут повысить гарантийное обеспечение могут остановить торги и даже если ты стоишь в нужном направлении ты можешь просто как минимум не заработать а как максимум вообще потерять поэтому это только со стороны кажется что как все круто и замечательно но на практике все происходит по-другому но сейчас вот действительно экспирация она будет 30 числа и возможно что под экспирацию попробует вот разыграть прошлый понедельник там 20 возможно понятно наверно нужно дождаться просто когда пройдет экспирации там уже движение будут более понятны но сейчас когда нефтом бегает по 1015 WTI там по 25 по 30 процентов очень опасная тема но тем не менее хочу сказать наверное все заметили то что рубль ведет себя достаточно стойко прошлый ролик наш назывался что я до оптимиста порубленный в общем-то много было комментариев что мы сейчас побежим на 85 какой оптимизм нефтом минус 25 процентов наверное многих удивило то что нефть действительно падал очень сильно рубль в общем-то даже и на 78 ты не сходил тому есть определенные причины первое конечно одна из самых главных это валютной интервенции банка россии который только на прошлой неделе если я не ошибаюсь на 50 миллиардов рублей продал валюты в век в эквиваленте конечно и в общем-то на этой неделе все то же самое продолжается но здесь плюс ко всему еще снижение ключевой процентной ставки сыграла свою роль ее на ожиданиях ее снижению принципе большинство на экспертов и игроков рынка не сомневались что в тех условиях в которых сейчас находится российская экономика на цб понизить ставку на 50 байсных пунктов и в общем-то поспешно стали покупать российский офзе там присутствовали не только не резиденты но и в общем-то отечественные игроки это в основном крупные российские банки но и далее после того как ставка была снижена до пяти с половиной процентов набиулина дала абсолютно прозрачный намек о том что в перспективе ставка может быть снижена еще порядка ста байсных пунктов то есть единственный там был очень тонкий момент непонятно от какого уровня все-таки но тем не менее если мы возьмем за основу что с текущих до с 5 и 5 до 4 и 5 то в общем-то доходности в перспективе будут снижаться и спрос на российские долговые бумаги в первую очередь на офзе будет сохраняться что и будет поддерживать в общем-то рубль я так понял что ты хочешь завинтить ставки система мартингейл ты хочешь новые видео записать я двойной оптимист дабл оптимист по нефти нет я нет давай расставим просто смотри ну ты наверное тоже меня поймешь когда ты участвуешь вот в такого рода скажем так съемках роликов до когда ты когда тебя смотрят много людей публика достаточно разношерстная то есть приходится наверное объяснять каждое свое слово почему я оптимист на каком таймфрейме я оптимист в целом я конечно же не оптимист то есть российская валюта как и большинство валют развивающихся рынков это конечно валюты слабые и долгосрочная перспектива у них только одна это ослабление это понятно но мы с тобой как бы говорим сейчас и в прошлые разы в разрезе фондового рынка то есть в какой-то среднесрочной перспективе так вот на среднесрочную перспективу как раз у рубля появляются шансы на фоне как раз перспектив более мягкой монетарной политики российского центробанка вгл укрепиться куда-нибудь в район там 71 по отношению к доллару скажем так а там уже будем смотреть второй момент то есть я неоднократно тоже во многих роликах говорил на рынке нужно быть гибкими сегодня ситуация замечательно радужно и мы строим один прогноз она резко может поменяться на следующее утро и стоит все в общем-то пересматривать мне кстати очень понравилось по телевизору трампа в одном из своих выступлений сказал что он как-то он так сказал надеется что экономика американская экономика перейдет к росту достаточно быстро достаточно быстро перезапуститься его вот тоже там подкололи что в общем-то на у трампа наверное это основной единственный план там надежда то есть плана бы не существует как-то так ну по-моему как то может я контекст немножко путаю но тем не менее поэтому комментариях когда встречаешь комментарии о том что ой вот был такой прогноз потом вы резко там поменялись уже неоднократно говорил можете уперто стоять по одному прогнозу который вы себе в голове придумали и в общем то ничего не менять когда там мир вокруг вас начинает меняться можно конечно действовать так но тот кто торгует на рынке лет пять как минимум то есть он понимает наверное о чем я говорю почти совсем согласен вот кроме того что на WTI когда там сильное падение не работает тех анализ объясню свою позицию тебе интересно конечно тех анализа есть две функции это предсказательные и следящие предсказательные функции они очень плохие следящие функции они очень простые не стоя под стрелой может сверху упасть груз но однозначно стоишь по тренду и все когда происходит разворот и меняешь позицию абсолютно и такая плетка типа двух скользящих средних простейших протечения она очень хорошо отрезвляет не стой под стрелой часто тебя упадет груз но здесь тоже надо сказать про поводу скользящих средних на какой бы ты таймфрейм не брал в общем-то когда они тебе показали дали сигнал на продажу условно говоря но если мы сейчас говорим про падение ты же не знаешь все равно глубину этого падения до после этого какое-то движение вниз будет но ты не знаешь с каких уровней будет разворот ты можешь только предположить от ключевых каких-то вот и все а зачем мне знать я не понимаю да когда будет закончится падение нефти ну если ты условно говоря стоишь короткой позиции тебе же ее надо рано или поздно закрыть и здесь есть два варианта либо ты закрываешь уже как бы по собственному там желанию и жадности да как говорится либо ты это закрываешь по факту разворота ну вот как то так ну конечно когда я думаю не на никто не предполагал что в прошлый понедельник в общем-то мы увидим отрицательные цены я честно говоря когда там прилег поспать проснулся смотрю а котировки показывают ноль ну там чуть больше ноля думаю ну вот прикольно как бы очень интересно потом я тоже ушел какими-то делами заниматься и смотрю там читаю биржевые там ленты а там уже минус там триста процентов ну я думаю большинство многие люди когда увидели ноль наверное подумали есть же вот поговорка да о том что все-таки ниже ноля цена актива не падает да ну как-то это даже психологически непонятная тема но тем не менее так вот случилось но я думаю что это касается только как раз вот деривативов и узел такого вот регламента устройства которое было там в соединенных штатах о котором я думаю мало кто из нас даже знал что может уйти в минус но тем не менее теперь будут знать все но акция на мой взгляд в минус не должна уйти до стоимость цены именно есть инструменты например короткие позиции когда убытки ничем не ограничены просто ничем но она может россии как угодно даже у тебя бы воображение может любое может есть раз больше чем твое воображение нет расти может как угодно согласен коротко при определенных но падать то ниже нуля но это уже но это мы говорим о базовом активе когда дело базовом а когда идет производные на эту производную еще вторая производная еще люди выходят на экспирацию ну извините меня ну я думаю это вот будет как раз хороший пример и хороший урок наверно для всех что все-таки от производных инструментов нужно держаться подальше да да ладно я не хочу читать плохие отзывы в комментариях если там скажут вот сидят два представителя брокера танцы прочим да есть кстати распространенное мнение то что мне кстати люди в частных беседах задают те кто совсем недавно пришел на фондовый рынок идет такая идет такая вот такое понимание что в общем-то брокеру брокер хочет разорить клиента объяснять им то что брокеру это невыгодно ни под каким углом ну бесполезно где они это читают и находят возникает большой вопрос хотя честно говоря когда я начинал своего деятельность на фондовом рынке у меня тоже были такие мысли но это опять же от незнания от отсутствия опыта потом уже даже там спустя несколько лет я уже понял что это просто не брокер зарабатывает на комиссии это в каких-то кухнях там да там выгодно раздеть клиента но когда это лицензированный брокер это совсем не интересно но нет я не согласен нет я в целом глобально ты прав внутри брокера бывают разные команды с разными бонусированием и мотивации и когда у них идет мотивация как бы часть от комиссии клиента они могут ввести клиента спокойненько под нож брокер может быть хорошая внутри этого хорошего брокера прийти такая жесткая команда который вы слушает давай тогда давай тогда это назовем человеческий фактор вот это есть везде это есть везде мы же с тобой сейчас говорим человеческий фактор он присутствует везде какую бы отрасль мы не взяли но в целом да один недовольный сосед скажешь другому недовольному соседу что это ао и ммм держаться подальше и все это такая антиреклама мощная да конечно по поводу фондового рынка я хотел с тобой поговорить смотри на прошлой неделе у нас очень хорошо энергетика было пару акций энергетики очень хорошо золотодывающие акции и московская биржа да ты про нефтянку забыл которая была на первом месте по росту руснефт только ну здрасте а лукойл если вырос там на одиннадцать процентов если недельный показатель я смотрю за недельный показатель там сам но это не важно как ты думаешь какие то есть перспективы у московской бирже вырасти еще там дошли до максимуму прямашняя интересно да 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 но я понял ты говорил что не успел не купить вот да буквально на прошлой неделе goldman sachs повысил рекомендацию по бумагам мосбиржа добавил их там свой топ-лист но ты же понимаешь когда бумага начинает расти дома начинают повышать апгрейды по по ней поэтому ну не знаю с тобой это обсуждали то что тот режим торгов который будет введен с 22 июня до если опять не отложит режим который будет подразумевать торговлю на спот рынке в так в том же режиме что и на срочном ну конечно же это добавит сбора комиссионных сборов и в общем то наверное позитивно отразится на результатах будущем поэтому бумага собственно говоря и растет до каких уровней она будет расти я не знаю честно говоря я ее просто не отслеживаю а может она размажет ликвидность и ты будешь чертыхаться что нет мяса в стаканах нет я думаю именно эта бумага ликвидность не размажет размажем размазывает ликвидность обычно как раз высоко ликвидные бумаги в коем бумага мосбиржи не относятся совсем то я честно говоря думаю что обороты можно вырастут конечно но не так совсем чуть-чуть после введения круглосуточной торговли потому что тут есть стакан сметаны вот он ну положили так но количество сметаны от этого не обычно ротация происходит среди скажем так фишек первого эшелона да и высоколиквидных повторюсь таких как лукойл сбербанк газпром ну вот как то так и сам наверняка видел неоднократно такую картину сначала растет условно говоря сбербанк потом там лукойл ну к примеру потом еще кто-то там норникелем могут подтягивать индекс ну и под конец ну как это было раньше до 2008 года и была поговорка газпром растет последним то есть рост газпром но такими бумагами как мосбиржа индекс-то особо не подвинешь как ты считаешь модбирж все-таки может быть когда мы увидим коррекцию покупателя лучше обождать не знаю честно говоря я же сказал что я особо особо за ней не смотрю по поводу не в частности нет в перспективе ты знаешь есть опять же такое утверждение постулат можно сказать да рынок всегда дает возможность заработать в будущем да на какой-то большой коррекции и когда эти торги уже будут запущены да наверное стоит обратить на нее там свое внимание там надо уже будет смотреть по технике где там ее можно будет покупать да сегодня у меня был евгений коган если ты видел да он говорил о том что будет восстановление цен на нефть чем они согласен ну постепенно постепенно конечно чем и совершенно не согласен у меня крайне медвежий взгляд на нефть вот ну при же него согласен буквально недели две назад и тоже планировал прогнозировал 40 долларов за баррель а 20 минут назад сергей ты сказал что надо реагировать на изменения рынка да 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 я к этому сейчас тебя и подколол кстати да чтобы ты подтвердил мое утверждение очень как мне хочется денежки зарабатывать и чтобы это у со мной тоже денежки зарабатывая могу уперта в позиции не на не стоит стоять да в общем ты по нефти переобулся вот я считаю что ближайшее время к ближайшем месяц-два ничего интересного не будет здесь какие-то цифры я не готов говорить просто ближайшем месяц 2 поэтому но меня честно говоря вот тот обвал который мы наблюдали ты знаешь тоже охладил мои как-то ожидания и поумерил поумерил скажем так ожидание от нефти я уже как бы более детально буду смотреть на нефть вот когда как раз пройдет экспирация по бренду и все танцы будем уже рассматривать когда старый контракт уйдет небытие а новый уже станет полноправным скажем так да кстати ты по рублю уже сказал что возможно вариант что будет 71 но это скажем так ты знаешь а перспектива нескольких месяцев вот пока так а краткосрочно по рублю ну буквально да да текущую неделю но скорее всего если нефть у нас продолжит валиться какого-то падения рубля возможность не стоит ждать сегодня тоже была яркая демонстрация его там устойчивости и силы и у нас есть сейчас уровень 75 75 50 ну и в общем то как то вот так вот возможно это и будет пределом там ослабление рубля я очень не люблю вот такие ситуации когда знаешь рынок начинает как бы разбалансироваться когда допустим исчезают корреляции ну не прямые да но тем не менее какая-то корреляция должна быть и в этот момент очень сложно делать какие-то прогнозы и это немножко сбивает прицел нужно какое-то время чтобы все как-то вошло в определенную норму потому что тоже с одной стороны смотрелось крайне нелогичным когда нефт там показывала бренд падение на 16 долларов а наши нефте фишки там взлетали там в небеса но это было на вот как раз на одна из причин это было ожидание вот решение центробанка с другой стороны они упали все на очень такие интересные уровни и в общем то тут уже чисто с технической точки зрения пошел отскок интересный момент был в акциях лукойла я об этом уже прочитал в пятницу инсайдеры они же должны публиковать информацию когда покупают акции своей компании ну так вот в пятницу была информация о том что вот как раз по моему в среду вот когда лукойл показывал там минимальные уровни в районе 4 300 структура лукойла который вот трейдингом занимается проводит эти операции купила в интересах ли первого я честно говоря не помню объем на какой объем это у меня в твиттере все есть вот ну я думаю что пару дней они это поддержали срубили там свыше десяти процентов успешно зафиксировали жаль что эта информация не опубликуется день в день покупки а уже выходит как бы постфактум но они по закону должны если они покупают продают свои акции то есть придавать это огласки но к сожалению это как бы происходит достаточно поздно но ребята торгуют прям на покупают и по хаям продают у нас индекс московской биржи растет 24 марта есть какие-то акции которые надо покупать либо рынок уже сильно перекуплен ну ты знаешь наверное какой-то перекупленности по сравнению с той что была в начале года говорить сейчас не приходится у нас опять же есть определенный сейчас диапазон 2 500 2 620 но иногда мы вываливаемся там ниже 2 500 на 2 470 2 450 ну вот как то так ну сложно сказать сейчас у нас все упирается в нефть а нефть ведет себя не очень хорошо хоть фишки там себя ведут более-менее стабильно но тем не менее как бы и феерического роста то они не показывают несмотря на то что америка сегодня опять в плюсе ну вот не знаю сейчас она там в плюсе пока мы с тобой разговариваем или нет но тем не менее как то так сбербанк чувствует себя вот ты наверное тоже заметил хуже рынка но в целом если вот так бумаги конечно на мой взгляд вот при том варианте при той цене нефти при том рублей конечно стоит дорого но спорить с рынком не надо если есть покупка надо покупать если есть продажа надо продавать но хорошим сигналом хорошим сигналом будет уже как бы закрепление над уровнем 2 600 вот надо заранее для себя наметить какие бумаги вы будете покупать и как только индекс закрепляется можно там либо наращивать покупки либо как бы покупать либо уже покупать когда скорректируется ниже 2500 хорошее название сигнала сигналы на индексе московской биржи не знаю нет ну ты же не хочешь название как вот это я оптимист значит значит другое придумать креативное ну послушай прошла на я больше недели наверно прошло и все оптимизм то нормально сбился все хорошо при таком я предложил тебе ставки увеличивать да нет ну ты знаешь эти споры люди просто немножко неадекватно индекс ртс будет 3000 индекс ртс будет 3000 нет я не не готов выдавать такие прогнозы на гора но хочу сказать что споры понимаешь они не выливаются потом в какой-то вообще неадекватный момент то есть то что я там вижу в комментариях поэтому наверно от споров лучше воздержаться